Следственный комитет Югры помог восстановить права 29 семей из числа обманутых дольщиков. Чтобы добиться справедливости, пришлось обратиться в суд. Было возбуждено дело о халатности чиновников местной администрации. Накануне сотрудники следственного комитета лично навестили молодую пару новоселов, которые год назад первые обратились к ним за помощью. Подробнее в следующем сюжете. Пришли к вам в гости, посмотреть, как живете. Проходите. Большое спасибо. Уютная и такая долгожданная. Сразу с отделкой от застройщика не пришлось тратить лишние деньги на косметический ремонт. Максим Кулибабенко охотно проводит экскурсию по собственной квартире. Так как мы оба преподавателя, мы здесь, получилось у нас создать даже такое небольшое рабочее место. Эту квартиру они ждали почти 10 тревожных лет. Все началось в 2015-м. Тогда Максим Кулибабенко решил приобрести жилье в долевое строительство от застройщика. Дом должны были сдать к 2017-му. Но вместо обещанных квадратных метров молодой человек потерял не только сбережения, но и надежду получить квартиру, взятую в ипотеку. Сначала начали беседу просто непосредственно с самим застройщиком. Диалог был напрямую с ним. Затем, соответственно, мы пытались подключить и администрацию, и прокуратуру. Даже нанимали адвокатов. Была реакция, но это в основном были отписки. В основном все затягивалось. Даже когда мы пытались завести судебный процесс, открыть. То есть, соответственно, тоже судебный процесс постоянно оттягивался. В итоге застройщик объявил себя банкротом в Нефтьюганске. В подобной ситуации оказались еще 29 семей участников долевого строительства. Без квартир, но продолжая ежемесячно исправно оплатить ипотеку банку. За помощью обратились в Следственный комитет Югры. Нефтьюганске, Межрайон, Следственным отделом, Следственным управлением по округу возбуждено и расследовалось уголовное дело по признакам преступления происходя на части 1 статьи 293 Уголовного кодекса РФ о халатности должностных лиц администрации города Нефтьюганска. Ситуацию обманутых дочек взял на контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. На момент обращения жителей в следственные органы руководитель фирмы-застройщика уже была привлечена к уголовной ответственности за самоуправство. Расследование показало, деньги, предназначенные для строительства дома, направлялись ее на другие цели, что в итоге и привело к банкротству фирмы. Мы очень удивились, как быстро взяли на рассмотрение наше дело. Конечно же, и на всех этапах поддерживал Максима, потому что в какой-то момент просто уже перестаешь верить. Затем Максим написал обращение, и мы достаточно быстро получили ответ. Было очень здорово. Благодаря комплексу мира и проделанной работе осенью прошлого года 29 семей были восстановлены в своих правах. Огромный груз у нас просто упал с плеч. Соответственно, так как на протяжении 10 лет, почти 10 лет это длилось все. Помимо каких-то финансовых затрат, конечно же, это очень сильно и давило морально, психологически, потому что было уже в какой-то момент, было какое-то отчаяние, что дом так и не достроен. И, соответственно, конечно же, когда решился вопрос, мы вздохнули с облегчением. История со счастливым финалом. Всем дольщикам предоставили квартиры в другом, новом доме. А у молодых людей теперь только приятные хлопоты. Елена Коткова, Светлана Круковская, Аромат Турбин, Вести Югория, Нефтьюганск.